Сейчас с нами на связь выходит журналист Владимир Познер, который в 2017 году брал интервью у Джулиана Асанджа в посольстве Эквадора. Я очень надеюсь, что наши зрители его видели. И сейчас мы как раз узнаем от человека, который общался с Асанджем, что он о нем помнит, какие выводы сделал о личности этого расследователя, журналиста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Слышите ли вы РТВ? Да, добрый вечер. Я нахожусь уже далеко от вас, в Новосибирске, поэтому у меня почти что ночь. Спасибо вам большое, что нашли возможность, тем не менее, к нам присоединиться. Да, ради бога. Хотела у вас узнать, как вы считаете, почему все-таки сейчас Эквадор, по сути, сдал Асанджа? Ну, это вообще долгая история, на самом деле. То, что произошло сейчас, это результат довольно долгого давления со стороны Соединенных Штатов. В этом нет никакого сомнения. Значит, он, я имею в виду Асандж, был в Эквадорском посольстве там, ему давали политическое убежище. Пока не прошли новые выборы в Эквадоре, когда они прошли новый президент, имя которого Ленин, хотите, знаете, хотите, не только с ударением на втором слоге Ленин, а фамилией его Морено, он сразу сказал, что это не может бесконечно продолжаться, с этим в какой-то момент мы должны закончить. И понятно, что такая страна, как Эквадор, противостоять давлению Соединенных Штатов, ну, скажем прямо, невозможно. Тем более, что это давление очень сильно возросло в связи со всеми разговорами о вмешательстве России в американские президентские выборы и с разговорами о том, что президент Трамп практически, так сказать, ждал, так сказать, Америку Путину. Ну, и пошли эти разговоры бесконечные. И, в общем, эта фигура Ассанж оказалась чрезвычайно важной, потому что именно через Викиликс была опубликована переписка, или фишма, лучше сказать, Хилари Клинтон и иные ее документы, которые, на самом деле, она печатала на личном, держала на личном компьютере, нарушая вообще все правила. Но, тем не менее, возник вопрос, вот откуда он получил вот эти вот документы Ассанж? Не русские ли ему дали? То есть они сумели получить, передали Ассанжу, и Ассанж, значит, вот это выдал. И нет ли в участке в этом каких-нибудь официальных лиц администрации Трампа, которые на самом деле в этом смысле сотрудничали с русскими, передавая им материал, который мог ударить больно по Хилари Клинтон? Они стремились во что-то не стало эту информацию получить. И вот теперь, когда он арестован, у меня нет никаких сомнений в том, что он будет передан американцам, и, конечно, они постараются получить максимум информации. Причем, вы знаете, что в Америке, когда подозревают журналиста, то к нему особый совершенно подход, ну, как бы это сказать, журналист — особая категория, допрашивать журналиста, в общем, нельзя так, как другого человека. Ну, короче, вот этот вопрос о свободе слова, о тайной источнике и так далее соблюдается. Сейчас они говорят, да какой он журналист? Ассанж — это агент. Это агент. Это агент России. И, кстати говоря, Помпео, Майк Помпео, который ныне является госсекретарем Соединенных Штатов Америки, он же был директором ЦРУ. И когда он только пришел на эту должность, он сразу сказал по поводу Ассанжа и Викиликс, он сказал, мол, Викиликс говорит, как враждебная разведка, Викиликс ходит, как враждебная разведка, а дальше идет такое типичное американское окончание. А раз говорит и ходит, значит, это и есть иностранная разведка. И никакой это не журналист. Вот сейчас это будет именно так разворачиваться. То есть главная задача для американцев сейчас не засадить его в тюрьму на подольше, а именно получить его, чтобы допросить и чтобы вытащить из него всю информацию? Ну, как говорится, почему бы не сделать полезный и приятный? Сперва получат от него все, что можно, а потом ему дадут лет 20. Причем я вам хочу сказать, что когда я у него был, я вообще в какой-то степени горжусь тем, что я единственный российский журналист, который смог взять интервью у Ассанжа, да и вообще таких журналистов было крайне мало. Так вот он мне прямо сказал, конечно, все кончится арестом. В конце концов, так оно и будет. Ну, значит, и, наверное, лет 20 мне припоявят. Потому что уже шведы, которые обвиняли его в домогательстве, в сексуальном домогательстве и в изнасиловании, они от этого дела уже отказались. Англичане единственное хотели, у них был ордер на арест, потому что он в 2012 году вместо того, чтобы явиться в полицию, скрылся в посольстве Эквадора. И вот этот документ является основой для нынешнего ареста, когда правительство Эквадора отказало ему в политическом убежище. В этот момент уже, значит, вот этот документ 2012 года является основой для ареста. Но все понимают, что на самом-то деле там не англичане, там совсем другие силы. И я вам хочу сказать еще такую странную вещь. Я его видел в 2017 году. В 2017. У нас с вами 2019. То есть, ну, недавно, да? Ну, относительно. Ему было 45 лет. И он и выглядел на 45 лет. Такой высокий, худощавый, ну, бледноватый, надо сказать, блондин. Да? А сейчас я увидел видео. А сейчас совершенно другая картинка, да? Да, я увидел видео старика. То есть, просто у него совершенно седые волосы, белая борода. И вообще так, ну, конечно, может быть, снимок не очень хорошо его видно. Но я так, на вскидку, я отдал ему 65, а никак не 47. Что там происходит, я не знаю. Но, конечно, эта история будет сейчас разворачиваться со страшной силой. Это факт. Ну, смотрите, мы какие-то заявления сейчас получаем. И вот непонятно, если из них исходить, что будет дальше. Американцы, во всяком случае Минюст, говорят, что вроде как больше пяти лет ему не грозит. Марена, которая делала заявление после того, как была снята защита с Асанжи, говорил тоже, что договорились, что его не будут экстрадировать туда, где может ему грозить смертная казнь. И, вероятно, как раз о США шла речь, потому что до этого сообщалось, что как раз там его может ждать смертная казнь. Верить ли, не верить ли? И действительно ли вообще Марена что-то контролирует здесь? Мог он о чем-то договариваться? Смотрите, во-первых, Асанжи не гражданин Соединенных Штатов Америки. Поэтому даже если бы он был разведчиком, шпионом, который работал против своей страны, ну, как, например, Сноуден. Вот Сноуден, да, его в Америке могут считать предателем. И хотя, ну, и в военное время, конечно, казнить. Ну, сейчас не в военное время, но все-таки. А в данном случае иметь дело с австралийцем. Значит, никакой смертной казни в Америке быть не может. Он никого не убил, он никого не предал. Да, он работал так, как им неприятно. Но главное, и тут никто не спорит, весь материал, который им опубликован по поводу того, что происходило в Ираке, в Афганистане, убийство, применение пыток и так далее, никто не оспаривает, что это правда. Это абсолютнейшая правда. Значит, что же вопрос? За то, что человек дал миру возможность ознакомиться с правдой, его что, будут на 20 лет сажать? Давайте так вдуматься немножко, что это такое. Значит, Морено может говорить все, что угодно. Да, якобы есть такая договоренность, что вообще его не будут экстрадировать ни в какую третью страну. Точка. Ну вот я не люблю делать предсказания. Всегда, когда меня спрашивают, а что будет, я говорю, что я не знаю, я не ясновидящий. Но здесь у меня нет никакого сомнения, что в конце концов он попадет в руки к американцам. В этом я абсолютно уверен. Я так понимаю, что, в общем-то, Марина и не давала обещания ей, что совсем никуда его не будут отправлять в другие страны. Вот сейчас, на этом последнем этапе, поэтому, вероятнее всего, его именно туда и отправят в Соединенные Штаты. Да я вам хочу сказать, что, слушайте, когда политики дают обещания, ну неужели мы такие наивные, что мы будем этому верить? Политики дают обещания, когда им выгодно. Подсходя из собственных интересов. Потом произошло вот то-то и то-то, обстоятельства изменились. Ну и поэтому вот и все. Это абсолютно так. Если вернуться к 2017 году, когда вы встречались с Асанжем, какие у вас все-таки остались впечатления? Каким человеком вы его запомнили именно вот с точки зрения какого-то стержня, я не знаю, вот главного наполнения? Я вам скажу, первое, что надо сказать, что, конечно, очень яркий человек. Я это говорю только потому, что я очень хорошо помню все. То есть, понимаете, если это был какой-то, ну, обыкновенный и так далее, я бы, наверное, многое забыл. То, что он яркий сам по себе, яркий, значит, по поведению. Очень четко все формулирует. Очень четко и довольно усложненно речь высокообразованного человека. И, соответственно, бывает довольно, ну, для рядового там не всегда все поймешь. Довольно высокомерный человек. То есть, если он чувствует, что он вас превосходит, а он в основном думает, что превосходит, он разговаривает чуть-чуть, так сказать, сверху вниз. Когда он понимает, что вы, в общем, на одном уровне с ним, тогда он разговаривает, так сказать, по-другому. Вот. Он, безусловно, считает, что он герой, что он совершает своего рода подвиг. И я с ним согласен в этом. Потому что он постоянно рисковал жизнью. Некоторые сотрудники его были убиты. Некоторые были посажены. Некоторые ушли от страха. Он это делает, ну, это такое, если угодно, в этом смысле. Страстный, пассионарный человек, считающий, что правительство не имеет права скрывать от своего народа факты, которые так или иначе влияют на то, как этот народ живет. И факты о том, что происходит на войне, факты о том, какие принимаются решения, не спрашивая ни у какого народа, он в этом абсолютно убежден. И это, вот, в чем он малый, если угодно, я вам скажу так. Он малосимпатичный человек. Он не обаятельный совершенно. Не обаятельный, вот, это не тот человек, с которым захочет посидеть, выпить или что-то. Нет. Но в то же время вот это вот убеждение, вот этот стержень, эта жесткая абсолютно позиция, что я пойду до конца, что бы, от чего бы это мне не стоило, это, конечно, есть. Тут ничего не скажешь. Без него возможно ли нормальное существование и функционирование Викиликс? Понятно, что он в последнее время был довольно сильно изолирован, был в посольстве в определенных сложных условиях, но сейчас это все-таки не такая относительно добровольная изоляция, сейчас его задержали. Для Викиликс это удар? Это удар. И более того, вы знаете, все-таки у нас существует такая дурацкая пословица, из-за того, что один в поле не воин, это неправда. Один в поле воин. То есть, конечно, кто этот один? Так вот он один из таких. Он, конечно же, еще раз говорю, вот это не тот, не мой дружок, не тот, с которым я хотел там вот просто пообщаться, но я просто чувствовал, что это абсолютно твердо убежденный человек, который будет делать то, во что он верит, и очень сильный человек, готовый идти на большие жертвы. А таких людей мало, прямо скажем. Таких мало. И это, конечно, удар по Викиликс, без сомнения. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Спасибо, что нашли возможность, несмотря на сложные условия, выйти к нам в эфир. Журналист Владимир Познер был с нами на прямой связи. Говорили о Джулиане Асанджи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова